здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о вине о том что такое правильное вино что такое профессиональное вино но я вам расскажу свою точку зрения конечно и интернет пестрит различными рецептами различными способами приготовления вина и начинающему виноделу очень сложно для себя выбрать и честно вам скажу правильного правильного рецепта его нет каждый для себя выбирает определенную область вот мне нравится так вот мне нравится так я буду следовать вот этому потому что у всех у нас разный виноград разные условия его выращивания разные условия в дальнейшем потом когда мы ставим сусло и всех под одну гребенку брать ну абсолютно неправильно конечно как говорится каждый кулик свое болото хвалит и очень много тоже можно встретить что все делают плохо только я делаю правильно моё правильно моё профессионально это добавление пиросульфатов это добавление там дрожжей которые мы тут же называем аббревиатурами абсолютно непонятными обычному человеку ну вот это профессионализм может быть это профессионализм для вас окей моя позиция здесь такая если я могу обойтись без каких-то добавок я без них обхожусь если у человека сегодня стоит ведро винограда и он хочет его переработать вино то но нерационально по моему неразумно садиться тут же в интернет и искать кучу интернет магазинов где можно все это купить там дрожжей может вино бродить на диких дрожжах может и может получаться нормальный продукт без пиросульфата хотите добавлять добавляйте вы считаете что это вино вкуснее пожалуйста то есть каждый это решение принимает сам также задавали вопрос а можно ли добавлять по моему декстрозу один из видов сахаров кто-то добавлять я я например в принципе я сах сахар не добавляю свою вину у меня изначально сусло с хорошей своей сахаристостью ну кто-то добавляет то есть я слышала об этом попробуйте или тот же смотрю ролик там значит вот это вы делаете неправильно вот это неправильно и это неправильно и там в шортах неправильно и себя показывать неправильно короче все неправильно я один правильный руками давить неправильно неправильно по вашему так неправильно если мне проще подавить руками я буду это делать с руками в чем проблема считать это неправильным еди нас единственное свое мнение правильным может быть это неправильно но опять же каждый принимает решение сам хотите давить лакушка там придумали все какое-то приспособление давите этим мне проще подавить руками даже большой объем потому что когда показывают бы большое такое полено но я своими ручками я его не подниму просто-напросто поэтому я подавлю руками то что не все ягодки раздавится это вообще не страшно существует определенные технологии когда просто в банку плотно закладываются ягоды не раздавленные брожение начинается внутри их тоже это технология просто я для себя например из множества всего выбрала то что у меня работает а вы для себя выбираете сами посмотрите там 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 и решите что для вас правильно тоже кто-то говорит доброжение вообще никогда не останавливаться у вас может быть она не останавливаться у вас другие другой виноград другой сахар и другие условия другие дрожжи а у многих других людей останавливается как правило там недели через полторы бывает через две от того момента как мы сняли с мизки и для кого-то эта проблема другие считают в чем проблема такого вообще не бывает ребят если у вас не бывает это не значит что других не бывает следующий такой же нюанс тоже в одном из видео слышу что вот это неправильно вот это там вот они ставят на мизге 19 дней держит подождите почему мы считаем что это неправильно да я держу 35 дней для моих сортов винограда вижу по моему грузинский ролик был ребята делал там какой-то светлый виноград и они действительно держат 19 дней пока шапка не упадет потом сливают все это показывают как перемешивают у нее другой виноград вот если бы мы были там попробовали и могли бы сказать нет вот это вино не вкусно так получается вот так делать лучше но мы не там нас другие сорта нас другие условия у нас все другое и поэтому говорит что вот это профессионально это непрофессионально но неправильно конечно есть такие рецепты на мой взгляд любительские когда вот дают там большое количество сахара то есть виноградный сок мы засыпаем 150 200 грамм сахара на литр это кстати очень часто один и тот же рецепт он друг у друга переписывается переснимается не вопрос хотите добавлять добавляйте моя позиция по сахару и в принципе по всем остальным добавкам я под видео ставлю ссылку на другое видео если кому-то интересно посмотрите у меня здесь только вопрос почему люди не рассчитывают на тот сахар который был изначально виноградном соке в принципе ну около 20 процентов должен быть но не рассчитывают взяли так а вы хотите следуйте хотите не следуйте то есть конечно начинающему и наделал скажем так очень сложно разобраться тем более что тоже вот и меня бывает в комментариях пишут если вы хотите профессионально научиться делать вино давайте ко мне отлично и там что мы видим огромные объемы огромные там баки наверно 100 литровые из нержавейки с кучей всяких приборов подвалы ну это не совсем уже домашних но да вы делаете его дома ну у вас там гектары земли у вас подвалы у вас еще что-то вы можете это делать другого человека ведерко и ну он никогда не сможет сделать там по такой технологии как делается вы то есть давайте разделять домашние виноделия которые мы делаем вот дома дома я имею ввиду квартира дача с минимумом приспособлений вот это домашнее вино в моем понимании все остальное тоже полупрофессионально на возможно я к этому приду я буду осваивать другие технологии еще что-то сейчас вот самое простое с минимумом необходимых вещей для того чтобы получить нормальный качественный продукт и когда мне кто-то говорит а почему вы считаете свое вино хорошим а почему вы считаете свое вино хорошим и что может быть плохого в сброшенном виноградном соке без различных добавок который еще может храниться ну я считаю так вы считаете по другому окей ваше право еще всегда ну как бы как разобраться я же говорю я тоже когда-то искала очень много информации для меня всегда самый важный вопрос зачем если мы что-то делаем зачем то есть наверное вот это и будет совет если вы посмотрели какое-то действие вы понимаете зачем оно или вам объясняют там тот кто вас учит зачем ну наверное этого достаточно как мне кажется так вот тоже смотрю один из роликов говорят лучше всего для вина сок самотек то есть не отжимать на прессах не не начнем там ручками чуть-чуть отжали лучше всего сок самотек почему сок самотек но вообще выделяют там я не помню 10 или 11 по моему во франции степени отжатия вот лучше всего сок самотек почему почему пиктинов по меньше осадка потом меньше почему я я сама должна догадаться почему так ну то есть если мы говорим что что-то лучше то логично получить ответ почему с моей точки зрения или опять же показывают вот мы в пресс загрузили вот ссылка на пресс цена пресса 250 долларов и мы собираем сок самотек и чуть-чуть ручками отжали вопрос зачем пресс тебя для этого есть трушлаг вообще классная штука стоит три копейки у каждой хозяйки есть для сока самотека выше крыш достаточно то есть пресс то для кого-то может быть нужен для кого-то может быть не нужен потом наверное уже к следующему сезону я сделаю такой именно обзор оборудования ну сейчас уже у большинства стоит что-то бродит как бы с моей точки зрения что нужно что не нужно но каждый для себя повторяюсь ни разу не два и не три выбирается вы сами решаете какой рецепт вам более близкие какое объяснение вам более близко вы хотите идти например по более сложному пути изучать углублено процесс но если вам это надо изучайте хотите добавлять различные добавки добавляйте если вы для себя ответили на вопрос зачем ну почему бы нет и я для себя определилась что я буду использовать что я не буду использовать а дальше ну как каждый принимает это решение самостоятельно да очень сложно выбрать и говорить и рецептов очень очень много посмотрите что близко к вашим условиям понятно что какие-то например рецепты в теплых странах когда у них совершенно другие условия вот как я рассказывал да с этой в огромной бочке 19 дней белый виноград стоит падает вниз и только тогда они сливают а я в беларуси живу не совершенно другой виноград и все у меня на улице уже почти зима сейчас наступила словно то есть я адаптирую все для средней полосы и рассказываю этого а вы выбираете то что больше там подходит для вашего региона для вашего понимания и для ваших возможностей ну вот такое получилось сегодня немножко эмоциональное видео спасибо вам за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарий под видео нажав кнопку еще я вам оставлю ссылки на мои видео где я рассказывал про добавки свое мнение и где я говорю еще об установке брожения но на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока